Всем большой привет, друзья. Доминик проснулся и сразу поднял меня и папу и повел на улицу. Говорит, всем надо гулять, нечего лежать. Прохладно, но не ветрено. Мама говорила, с самого утра был ветер, а сейчас, собственно, нормально. Нет, спокойно. Ну да, нет, тебе на дворе гулять. Ну ты же сказал, что во дворе будем гулять. Вышел только Игорь, нет, надо и мама. Одна мама, нет, не подходит, надо и папа, и мама, чтобы вместе с ним ходить. Проверяй кота, ты же тут с котом своим борешься. А кот злится, кстати. Доминик, не обижай его, не обижай, чтобы не поцарапал. Ты что, уже мерз? Нет. Нет, нормально. А что нос красный? Что тебе кажется? Вот смотрите, здесь. Вот это показывала вам вчера, что я говорила вам вчера, что поехали за зеленью. Вот привезли целую дюрюшечку. Как выглядят сейчас? Поля вам покажу. Мама пока говорит, не убираю это листье, чтобы уже опало, надоело его носить по чуть-чуть. Клубника, которая была на этом поле, мы перепахали, потому что, если помните, она была подгнившая. Это такая серая гниль тут завелась, поэтому толку с нее уже никакого не будет. Мы ее просто убрали. Теперь клубнику ничем не обрабатываем. Основная обработка пойдет весной, потому что уже нужно это делать. Вот это поле клубники, которое мы собирали и которое у нас остается на этот год. Она у нас будет плодоносить первый год, второй год. Как правило, три года, но максимум четыре, если хорошее урожай. И мы меняем места, все время меняем, потому что ягода будет все меньше и меньше становиться. Не оставляем мы ее много, сил уже нету ее обрабатывать, поэтому зачем на ней уже давиться. И плюс еще, знаете, вопрос-то в том, что клубника стала портиться. Это же не только у нас напала эта серая гниль. Она в каждом хозяйстве. И у нас многие уже в деревне, в нашей, в соседних, в районе целом, переходят и выращивают голубику. Уже по пять соток люди посадили голубики, пробуют. Вот мама заказала пару кустиков, я ей тоже смотрела в Минске. Ну, даже немножко дороже была. Планирую найти побольше. Но мы для себя, не для того, чтобы ее массово разводить, там продавать, нет. Хочу ей заказать, чтобы привезли домой. Они доставляют и у нас в Брестской области даже стоимость еще ниже, чем в Минске. Хотя там ее сортов, я читала, сидела полтора суток запутаться, можно. Надо все-таки уточнять в питомниках, что это за сорта. Какая есть высокорослая, низкорослая и какая будет в наших условиях лучше всего расти. Это кусочек перепаханный. Видите, как глубоко выкоп... Как-то глубоко ее вообще перепахивали. И здесь явно посадят на следующую весну картошку. После клубники мы практически всегда садим картошку, она хорошо растет. Там еще тыкву мама не собрала. О, на этой горочке тыква. Там, где было жито наше, росло, тоже все уже перепахано. Только солома в цуках лежит. Урожай у нас теперь был очень хороший. И мама говорит, даже там кому-то продали несколько мешков, потому что в таком количестве нам не нужно. Доминик пошел в лес проверять, что там в лесу, как там обстановка. А вот в этом лесочке совсем рядом мы собирали чернику. Ой, вообще в этом году было много черники. Вот это малюсенький кусочек, сорт клубники, который осенью всегда дает побеги и есть клубника. Мама раньше даже варенье варила именно с этой клубники осенней, потому что в сезон некогда ей там заниматься. А уже по осени собирали, замораживали, варенье варили, что хотели. Видите, вот это молодые побеги, которые пошли, вот, они все плодоносят. Но только этот сорт, другой сорт не дает, только этот. Вот, ее много. Это еще мало, а обычно она как созреет, мы тут ведрами собирали. В этом году очень теплый октябрь. Еще целые веточки лежат, клубнички, она зреет. Надо сходить в лес проверить. Мама же там зеленки собирает. Есть они, интересно, хоть одну найду. О, папа далеко пошел, там, где был пожар, проверит. Ну и мне хочется посмотреть, есть ли какие-нибудь грибы. Мама же бегает каждый день в лес и собирает по небольшому ведерку, потом солянку делает. Вот сейчас, кстати, приду домой и спрошу у нее рецепт солянки. Смешно, я говорю, пошли посмотрим зеленки. Он говорит, да тут грибов дофига. Я говорю, смотря каких грибов. Ну, это же мы такие не берем, это несъедобные. Поганки? О, да, вот эти ложные, да, это ложные. А зеленки надо... О, слушай, сколько тут много этих ложных грибов вообще. Все в них. Сыроежка вот одна. Вот мы их никогда не собирали, мы их называли конские грибы. Но их люди собирают и готовят, я знаю. Но мы их не собирали. Ой-ой-ой, сколько их тут. Ну, лес же так быстро не отойдет, мне кажется. Давай покажем. Ну, это еще счастье, что небольшой такой участок. Так, конечно, лес жалко. Вот так он сейчас выглядит. Смотрите, сколько тут грибов этих. Да. И сыроежки, и красные сыроежки, серенькие. Это какие-то другие, я даже не знаю. Мы их никогда не собирали, поэтому... Поэтому я не знаю даже, как они называются. Леминик, смотри. Не-не-не, это разве лисички? Покажи, у нас... Точно, у нас раньше лисички не росли, а теперь глянь, лень. И вон, лисичка, вон, лисичка, вон. Чего я ножик не взяла? Тут две лисички какие-то. Не две, а вон. В 2015 году, наверное, дофига их будет. Вот эти те... Вот это грибочки, которые собирает мама и делает потом солянку. Они есть зелененькие, а есть серенькие. Где их надо вне... Но они растут обычно семействами целыми. Их очень много. Но надо внимательно смотреть. Вот так растут зеленочки. Такие маленькие горочки. Их расковыриваешь. И там вот такой зелененький грибок. Тут серенький. Иди сюда. Да. Я так хотел на улицу. Грибочки. Их срезаем. Вот они. Кабань, где ты как боберок. Усёшься, я не люблю грибок, кабань. Застрял. Дубры не знают, что им делать, когда видят препятствия. Иди. Обойти. Стал и не обходит, и кричит. Ау! Ага, ага, да. Вот, вот, вот. Причем кто-то пришел, прошелся и собрал тут буквально недавно. Видишь, свежий разрытый мох. Угу. Да. У нас нормальные грибы, белые, где? Не, ну белые. Белые и шампиньоны. Шампиньоны растут? Не, шампиньоны не растут. У нас же шампиньоны только искусственно выращивают. Ё-моё. Целые фермы по этим шампиньонам. Баба со Стефанией яйца нам собирает уже в Минск. Вы уже собираете нам яйца в Минск, да? Мама, а расскажи, как ты делаешь солянку? Отварила зеленки. У меня норм, на норма такая. Килограмм зеленок, полкилограмма лука, полкилограмма морковки. Лук, морковку в этом сагане я пережариваю. Пять минут немножко. Добавляю туда грибы. Потом соус 250 грамм. 50 грамм сахара и ложка столовой соли. Пять минут потушила и начинаю добавлять капусту. Частями. Капусты 800 грамм. И в конце тушу 20 минут, помешивая. Выключаю, добавляю уксус. 50 миллиграмм. Все, солянка готова. Она остыла, ты ее разложила? Я сразу же горячую, ее налаживаю в баночки и закатываю, закручиваю. Все, вот, пожалуйста, такой рецепт солянки. Быстрый, легкий, удобный. И очень-очень вкусно. Очень, подтверждаю. Обязательно попробуйте, солянка отменная получается. На сегодня всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.